друзья всем привет было несколько вопросов в комментариях к видео о том как же как же поживает мои орхидеи пересаженные без удаления торф стаканчиков это друзья такая тема для некоторых неоднозначная есть орхолюбители которые придерживаются той теории и практики и удаляют торф стаканчики при пересадке голландских орхидей будь то это взрослое растение цветущие или в размере 17 которые мы с вами встречаем в продаже на страничках в соцсетях или на сайтах продавцов а есть те кто придерживаются того чтобы оставлять торф стакан и вообще не беспокоит растения не потрошить корни и пересаживать без его удаления ведь орхидея с торф стаканом жила не один год до того момента как попала в наш дом почему она должна обязательно погибнуть этой теории и стала придерживаться я примерно год может полтора назад естественно это относится к тем орхидеям у которых здоровая корневая система и видно невооруженным глазом через стенки горшка чаще всего мы с вами все-таки стараемся купить себе орхидею здоровую у таких орхидей я корни больше не тормошу а пересаживаю перевалкой многолетний опыт играет большую роль и орхидеи я просто начала чувствовать и понимать по внешнему виду зеленой массы и корневой системы в общем все это я к тому друзья что в этом выпуске покажу вам практически все орхидеи и результаты посадок без удаления торф стаканчиков за исключением нескольких растений по которым сделаю отдельное видео сейчас вы видите групповую посадку моих недавно приобретенных орхидей андор с двумя вариантами цветения обычной и мутированной формы они пересажены без удаления торф стакан о результатах конечно говорить рано но что-то мне подсказывает что с ними все будет отлично с ним это орхидея входит в число моих любимец немного правда перегрелась летом на солнце края листьев посветлели от высокой температуры во время моего отпуска она живет у меня с осени 19 года получается примерно чуть больше года и это ее второе цветение она великолепная друзья это орхидея хэппи минху бабочка это одна из первых моих орхидей пересажены без удаления торф стакана перевалкой с ней можно сказать начался мой опыт и надо сказать положительный сейчас на ней от старого цветоноса два ответвления и два новых цветоноса от стебля они еще растут насколько она расщедрится коллег на количество цветов я не могу сказать неизвестно боюсь даже сгладить посмотрим вместе с вами я ее вам обязательно покажу кстати сажала я ее как я уже и сказала перевалкой корни на стенку горшка не догадалась сразу вытянуть они сами не так давно стали появляться из центра в общем друзья все впереди еще с вами обязательно полюбуемся на ее цветение эти две орхидеи я купила 8 января 2020 года почему знаю дату точной потому что остались фотографии сорт называется роттердам купила я тогда две сразу орхидеи так как планировала групповую посадку всегда нравился этот сорт поэтому как только увидела в продаже сразу купила посмотрите друзья какое корнеобразование потрясающе пересаживала также без удаления торф стакана это друзья первое домашнее цветение двух красавиц давайте посчитаем цветоносы так один спрятался под листом еще пока коротенькие маленькие позже будем уже его крепить на держать и для цветоноса вот он он спрятался так у нас есть тут пожелтевший листик сейчас мы его уберем но это друзья нормально это естественный процесс когда орхидея сбрасывает нижние листья главное чтобы сушить начала с конца они с основания так отошла тема еще у нас два цветоноса сзади и вы их видите и один еще на переднем плане в общем 4 цветоносика ждун включился друзья и уже давно и кстати не только у меня но и у вас мои дорогие зрители все комментарии читаю и знаю что вы тоже ждете цветение моих орхидей корни у нас замечательные и здоровые посаженные в бюджетную кору из леруа мерлен полив был четыре дня назад замачивание еще друзья 1 а вернее две красавицы купила их в тот же день что и предыдущие орхидеи орхидеи сорта роттердам это друзья тулькан ракуха не для красоты а в какой-то момент орхидея начала поворачиваться листьями в сторону окна и чтобы они не ложились на горшок подперла их ракушкой получилось красиво вот так цвела эта красота на самом деле друзья очень красивый сорт обидно цветущие в общем у нас вот сколько цветоносов получается 4 2 на заднем и вы их видите и 2 на переднем плане один из них это ветка из старого цветоноса это та что сейчас вы увидите на переднем плане корни тоже замечательные они также пересаженные без удаления торфстаканчиков каратажа бюджетная из леруа мерлен эти две красавицы у меня с сентября этого года буквально два месяца назад я их купила пересадка с торфстаканами это фото цветение в день покупки результатами хвастаться может не имеет пока смысла но все-таки похвастаюсь так как они тоже есть название этого сорта не знаю если честно не искала сорт новый какие у нас результаты после пересадки у одной орхидеи новый цветонос а старые недели примерно две назад отсушили бутонные магазины и дорастили новые это уже все цветы новые дорощенные домашние ждала когда распустится посмотрите друзья с задней стороны сейчас видно где были магазинные бутончики остались места посмотрите какая красота и какой щедрый сорт очень будет интересно все-таки посмотреть на цветение домашнего цветоноса и думаю скоро я вам его обязательно покажу бутончики уже начали формироваться может и немного будет так как уже цветет и выкормит ли новые неизвестно но друзья свои обязательно покажу вам этих королев моей коллекции я просто обожаю посмотрите друзья какие огромные листья такие пышащие здоровьем также пересажены без удаления торф стакана обе появились у меня в девятнадцатом году в разное время одна то что крупнее пересылка по почте с другого города то что помельче я купила в леруа мерлен две орхидеи одного сорта турин или турину мутации в виде бантика это вот было первое цветение фотографии а вот это второе настолько орхидеи изящная нежная и красивая просто не обалдеть удивительный сорт в общем сейчас на то что крупнее два цветоноса это ее третье домашнее цветение а на том на той орхидеи что помельче цветонос 1 и это первое домашнее цветение кстати заметили что в итоге все равно как ни крути у орхидеи находящихся в одинаковых условиях в конце концов наступает парное цветение замечали корни у нас тоже замечательные здоровые посажены также в кору из леруа мерлен и кстати очень даже хорошо в ней растет не так давно посчастливилось купить орхидеи этого сорта мутации бабулетки мы ее с вами пересаживали в одном из недавних выпусков вот она с ней все отлично она не скинула еще ни одного бутона следующая моя прелесть или прелесть моей коллекции по внешнему виду в горшке 3 а по факту две орхидеи у одной орхидеи детка размером с себя поэтому кажется что в горшке 3 на самом деле 2 при пересадке я отделять не стала не сторонница я этого это две белые бабочки пока я буду о них рассказывать друзья буду будут мелькать фотографии их цветения в моменты покупок и пересадок с уже полностью распустившимися цветоносами орхидеи куплены в разное время и позже посаженные вместе название я к сожалению не знаю да и меня они не интересует вы уже знаете об этом мне очень интересно что распустится сохранится ли мутация у этих орхидей так как на той и на другой она была не стопроцентная посчитаем цветоносы на одной орхидеи 2 цветоноса новых а на другой по одному на каждую на мамку и на детку по одному цветоносу корни также отличные есть сбежавший но ничего страшного посажена посажены эти орхидеи в орхиату фракции 18-25 сверху немного мха кустик кстати получился очень уютный в этом горшке живут две орхидеи сорта сангрия пилорик и стандарт пилорика мне подарил очень хороший человечек на мой день рождения в марте этого года а стандарт я купила уже сама для групповой посадки цвела цвели долго любовалась я на цветы довольно продолжительное время пилорик вырастил цветоносы с точки роста и летом процвел несколькими цветами весь разветвился сейчас оттуда же лезет второй пока мы были в отпуске мои орхидеи пережили тепловой удар а на эту еще и клещ накатил по приезду я конечно провела с ним борьбу в несколько этапов сейчас не вижу сейчас друзья с ней ситуация такая все цветоносы на старых и один новый у пилорика с той же точки роста распустятся все бутончики обязательно вам покажу и также будем с вами наблюдать за пилором и ждать от него деток ну или цветение эти фаленопсиса растут в горшке на 5 литров здесь в точности такая же ситуация как с белыми бабочками два растения и одно из них с деткой размером саму себя это фото сделано уже после пересадки в дни покупки на мартовские праздники этого года в обзорах они тоже были на канале в общем у нас друзья тут с цветоносами прям беда лес дремучий три новых и три на старых цветоносах но друзья в этом году замечаю если честно странности на своих орхидеи почти все мои красавицы растят по несколько цветоносов но с небольшим количеством бутонов странно но факт такое впервые у меня грешу конечно на стресс полученные в дни перегрева возможно на абсолютное отсутствие удобрений и на пасмурную осень в ранних видео я вам говорила что не удобряла все свои орхидеи с августа девятнадцатого года вы все знаете досветки у меня нет летом буду переселять все орхидеи на новое место жительства сторона будет северо-восточная и часть света будет прикрывать угол дома придется монтировать подсветку но это я отошла от тема посмотрите корни у нас тоже отличные цветоносы домашние еще растут посмотрим насколько их хватит по количеству бутонов полный роспуск вам тоже обязательно покажу друзья жду цветения вот этих орхидей цветы невероятной красоты окрас просто вырви глаз название у этого сорта нет на эту тему я уже делала видео это не сон глории не мистический сон кто набирал в интернете эти названия и в поисковике по названию выходит другой сорт отдаленно похожий но другой вроде где-то еще видела третье название кто-то писал но его не проверяла и не запомнила просто не хочу чтобы люди заблуждались названиях в общем в горшке две орхидеи также посаженные без удаления торфстакана в кору из леруа сверху подсыпаны архиата свести друзья мы будем на четырех старых цветоносах и на одном новом где по 4 бутошки где по 5 на новом цветоносе еще пока не ясно сколько будет бутонов он еще растет также обязательно покажу вам его в полном роспуске две красотки под названием дух купидона свести собираются и на старых цветоносах и на новых их куча они еще растут хочу уже друзья побыстрее посмотреть на их цветение это просто чудо какое-то сорт этот я очень люблю кстати есть похожий сорт только немного ярче называется беликоз его я тоже очень хочу к себе в коллекцию уже прям заглядываюсь в последних обзорах в магазинах видела этот сорт но не совсем устраивала качество и состояние увижу достойную обязательно куплю корни у нас кстати очень хороший и их очень много посажена тоже в кору в бюджетную кору из леруа мерлен без удаления торфстаканов сейчас мы растим видите сразу по несколько листьев в общем сорт многообещающий а это друзья мои любимые белые биглипчики тоже посажены без удаления торфстаканов в горшке два сорта они очень похожи приобретены в разное время и однако другой подсажена это первое их домашнее цветение так что крупнее конечно цветет обильнее название у этих красавиц не знаю может их и нет в этом видео друзья рассказала о части моих орхидей посаженных без удаления торфстаканов это друзья мой личный опыт а раз он положительный значит этот способ посадки имеет место быть кстати лет 10 назад никто и не говорил о торфстаканах и все сажали орхидеи перевалкой также все прекрасно росло только приживалась все намного быстрее в общем друзья я поделилась с вами моим опытом а у вас он может быть другим я желаю всем удачи всего самого наилучшего и пока до встречи в следующем выпуске а а и а 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 и Продолжение следует...